В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Станислав Катров вступил в должность главы Ленинского городского округа. Клянусь, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области, Устав муниципального образования. Депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов провел очередную встречу с жителями муниципалитета. Во Дворце спорта состоялось открытое первенство Ленинского округа по рукопашному бою. Они уже победители, что выходят на ковер. Самое главное не бояться и вспомнить то, что им давал тренер, какие наставления напутствуют. Станислав Катров официально вступил в должность главы Ленинского городского округа. Его кандидатуру на этот пост поддержал Совет депутатов муниципалитета. На торжественной церемонии работала и наша съемочная группа. Список приглашенных на торжественную церемонию вступления в должность главы Ленинского городского округа довольно внушительный. Здесь собрались депутаты Совета депутатов муниципалитета, областной и государственной думы, представители ветеранских организаций, участники специальной военной операции, члены их семей, священнослужители, руководители муниципальных учреждений и предприятий округа. Станислав Катров исполнял полномочия главы Ленинского городского округа с 8 декабря 2023 года. Кандидатом на пост главы муниципалитета он был выдвинут местным отделением партии «Единая Россия». 2 февраля 2024 года Совет депутатов Ленинского городского округа на внеочередном заседании рассмотрел 4 кандидатов и избрал Станислава Катрова главой Ленинского городского округа. Клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Московской области, Устав муниципального образования, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Ленинского городского округа Московской области. После принесения торжественной присяги, обращаясь к собравшимся, Станислав Катров обозначил главные направления жизни муниципалитета, над которыми будет сосредоточена работа его команды. Мои приоритеты, как главы Ленинского городского округа, заключаются в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечении качественного образования и здравоохранения, развитии спорта и культуры, поддержке бизнеса, создании комфортной городской среды для жизни и отдыха. Поздравить Станислава Катрова со вступлением в должность главы Ленинского городского округа приехал председатель Московской областной думы Игорь Бронцалов. Я уверен, что те планы, которые вы озвучили, будут реализованы в работе в команде на территории Московской области вместе с губернатором, правительством и теми, с кем вы уже двигались вперед и наверх. А то, что вы всего этого добьетесь, я точно уверен, желаю вам в этом успеха. Поздравляю вас. Теплые слова в адрес главы Ленинского округа Станислава Катрова сказал и еще один гость, депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов. Пожелать удачи, прежде всего. Работа в команде, наверное, это единственный правильный сегодня посыл. Я в команде вырос. Могу сказать, что это колоссальная ответственность, а быть капитаном команды – это двойная ответственность. Станислав Катров избран главой Ленинского городского округа на пять лет. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. Депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов регулярно проводит встречи с жителями муниципалитета, чтобы обсудить и решить насущные вопросы. В Видном состоялась очередная беседа парламентария с населением, на которой побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Наталья Буслаева. Жительница микрорайона Пригород-Лесное Надежда Ромахина обратилась к депутату Государственной думы Вячеславу Фетисову с просьбой посодействовать в решении спорной ситуации. В 2014 году в связи с началом военных действий в Донецкой Народной Республике Надежда вместе с семьей уехала в Россию, где в 2016 по упрощенной программе получила гражданство. На прежнем месте жительства у нее осталась муниципальная квартира, за которую до сих пор приходят коммунальные платежи. В этом году на госуслуги мне пришли постановления о моей задолженности за тот период, который я не проживала на территории ДНР. У меня там квартира, она не приватизирована, проживало там три человека, два моих сына и я. Мне пришел этот долг от иностранного государства, чтобы я его оплатила. Я его хотела оплатить. Я отправила через Сбербанк эту сумму. Платеж у меня был заблокирован банком и платеж отклонен. На данный момент у меня идут долги и на сегодняшний день идут долги, так как я должна оплачивать коммунальные условия на этой территории. Ситуация, которая не увязывается. Если ты получил статус беженца, значит, все твои обязательства перед прежним местом жительства, наверное, должны быть прекращены. С другой стороны, в общем, понятно, люди в данном случае не хотят возвращаться. То есть вообще здесь нужно отказаться от той прописки, так скажем. Да, я уже, живя в России, имея российский паспорт, уже отвечать за все свои коммунальные, так скажем, платежи, но уже на территории нашего Ленинского округа. Проконтролировать данный вопрос пообещал глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. Было две страны, два разных законодательства, разные абсолютно федеральные системы. В Украине одна, а потом в ДНР одна система работы. У нас там Росреестр, кадастр, чего не было там вообще. А для того, чтобы это все поставить на учет и так далее, синхронизировать, о чем Вячеслав Александрович говорит, это нужна целая большая работа по включению. Ну и, соответственно, это и кадастрные инженеры должны работать. Еще один вопрос, волнующий многих жителей муниципалитета, который был поднят на встрече – восстановление усадьбы Суханова. В 2016 году объект культурного наследия был передан в безвозмездное пользование Союзу архитекторов России. Вячеславу Фетисову было предоставлено видео, на котором показано, в каком разрушенном состоянии старинное имение находится сейчас и нуждается в незамедлительной реставрации. Владимир Владимирович в 2016 году доверил Союзу архитекторов и не только, Росуимуществу Московской области, Главному управлению культурного наследия, Министерству культуры Московской области и России доверил эту усадьбу. Я считаю, что усадьба Сухана со всеми историческими моментами и в целом как наследие культурное должно восстановиться. Я считаю, что озабоченность граждан, мне очень нравится, что людей это волнует. Конечно, безразличие убивает все. Все вопросы депутат Государственной Думы взял на контроль. В завершении встречи Вячеслав Фетисов подчеркнул, что жители могут обращаться к нему на любые волнующие темы. Ведь такое прямое общение с населением позволяет намного быстрее решить проблему. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ежедневно в рамках губернаторской программы в Ленинском городском округе проводятся всевозможные старты и массовые мероприятия, чтобы разнообразить зимний досуг жителей. Так, в Центральном парке Городовидное прошло мероприятие, посвященное зимним и не только видам спорта. Подробнее в репортаже Юлии Пагасьян. Спортивное субботнее утро в Ленинском округе началось со скандинавской ходьбы. Все как положено. Сперва разминка под чутким руководством тренера Людмилы Лозинской, участники губернаторской программы «Активное долголетие» хорошенько взбодрились, чтобы пройти мини-марафон по территории Центрального парка Городовидное. Все мышцы у нас задействованы. 90% мышц задействованы во время ходьбы. При простой ходьбе 60% и на 11-й минуте начинает правильно работать сердце, кровообращение. Потом человек даже с больными органами становится здоровым. Немного позже гости спортивного праздника переместились к хоккейной коробке, расположенной там же в парке. Здесь на ровном и красивом льду мастер-класс давали представители ветеранской команды хоккейного клуба «Металлург». Надо как можно больше привлекать детей, взрослых, чтобы они отрывали детей от компьютеров, чтобы они приходили, меньше сидели возле планшетов, компьютеров и больше выходили двигаться. Как бы спорт – это движение, жизнь. Самый зимний вид спорта привлек внимание подрастающего поколения. На свежем воздухе дети с радостью учились уверенно держать в руках клюшки и играть в хоккей. Мне нравится, и это уже не первый раз, когда я так собираюсь. Уже один раз были в другом месте, только уже на детском турнире. Мне вообще нравятся вот такие мероприятия, когда можно поиграть, погонять шайбу. Такие спортивные выходные в рамках губернаторской программы «Зима в парках» в Ленинском городском округе проходят регулярно. Следить за афишей мероприятий можно в социальных сетях парков города Видное. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во Дворце культуры «Видное» прошел финал 24-го фестиваля патриотической песни. В актовом зале прозвучали самые проникновенные песни о жизни русских солдат. И исполнены номера, посвященные любви к родине. Инга Инчук аплодировала артистам. Для гала-концерта «Песни, рожденные сердцем» были отобраны 30 номеров. Творческие коллективы, вокально-инструментальные ансамбли, солисты. Каждый из них проявил себя по-своему, но всех объединило чувство патриотизма и любви к родине. Среди артистов было большое количество тех, кто принимает участие в конкурсе ежегодно. Эмилия Сибагатова прошла отбор в четвертый раз, и на 24-й финал фестиваля она вышла с песни «Калина». Репертуар помогала выбирать «Мама». Очень красивая песня, мне так она нравится. Каждый раз, когда я ее слушаю, у меня мурашки и слезы даже поступают к глазам. Карина Абдульманова участвует в патриотическом конкурсе «Семи лет». В ее исполнении звучали многие песни о любви к родине. В этом году она вышла с песни «Казаки Берлина». Мы над ней работали очень-очень много, очень долго. Я помню эту копотливую работу на протяжении нескольких месяцев. Но эта песня такая зажигательная и со смыслом, мне очень нравится. Специальным гостем патриотического гала-концерта стала Светлана Лобанова, старший лейтенант медицинской службы с позывным «Светлое». Она выступила на вечере с песней «Вороны», которую исполняет бойцам в зоне специальной военной операции. Я знаю, что я нужна им. И я понимаю, что песня помогает им жить. И когда я приезжаю, они первые мне пишут, Свет, ты едешь с гитарой. Ко дню фестиваля творческие коллективы собрали гуманитарную помощь для мобилизованных в виде контейнеров для хранения медикаментов. Ученики вокальных школ и студий написали письма со словами поддержки бойцам на фронт. Приближается 23 февраля. Это День защитника Отечества. Но на самом деле это ваш день. Потому что вы самые настоящие защитники Отечества сегодня. Фестиваль песни «Рожденные сердцем» ежегодно напоминает, как важно любить свою родину и чтить подвиг людей, стоявших на защите нашей страны. Инга Янчук, Кирилл Махров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Во дворце спорта «Видное» прошло открытое первенство Ленинского округа по рукопашному бою для детей младшего возраста от 6 до 15. А также кубок Московской области для ребят от 16 лет. Подробности в сюжете Юлии Стаферовой. Рукопашный бой – достаточно популярный вид единоборств. Как среди мужчин, так и среди женщин. Спарринги проходят в разных весовых категориях. Для того, чтобы узнать, кто сильней, во дворце спорта «Видное» регулярно проводят открытое первенство Ленинского округа для возрастной группы от 6 до 15 лет и соревнования за кубок Московской области для участников от 16. На соревновании было предусмотрено 4 разных по размеру мата для спортсменов всех возрастов. Перед каждым сидели члены жюри и оценивали технику спортсменов. Президент Федерации рукопашного боя Московской области Владимир Манухин дал ценный совет участникам. Они уже победители, что выходят на ковер. Самое главное – не бояться и вспомнить то, что им давал тренер, какие наставления на путьстве и работать в своем ключе. Самое главное – не испугаться. Но они уже чемпионы, что они на ковер просто вышли, уже достойно биться, уже победители все. Несмотря на юный возраст, были и те, кто уже не первый раз участвовал в подобных соревнованиях. Поэтому в спарринге показал себя сильным и уверенным бойцом. Дети остались в восторге от спортивного мероприятия. Я хочу победить очень сильно. И это не первое соревнование уже. Двенадцатое где-то. Я думаю, эти соревнования будут впечатляющими и классными. Потому что много народу, региона даже. И, ну, короче, все красиво тут. Как и любой другой вид спорта, рукопашный бой воспитывает силу духа. Но в то же время является довольно травмоопасным. Главное – быть стойким и соблюдать технику безопасности. Один из участников поделился тем, как он восстанавливается после боя. Лечимся, восстанавливаемся, отдыхаем в эти периоды, не тренируемся. Таким образом и восстанавливаемся. Соревнования по рукопашному бою будут и дальше проводить в Ленинском городском округе. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.